Между тем, ремонтом на улице Петухова по федеральной программе новосибирские мамы и папы возмущены. Пешеходный переход, прежде расположенный напротив спортивного комплекса «Калинка», перенесли и новая схема движения не устраивает ни детей, ни родителей. Последние уверены, аварий с участием подростков здесь станет больше. Тему продолжит Олеся Герсеменко. Улица Петухова одна из главных магистралей Левобережья. Хорошая дорога здесь нужна как воздух. И после летнего ремонта она действительно как с картинки. Но у каждой картины есть оборотная сторона. Позади меня спорткомплекс «Калинка». Передо мной десятки домов, тысячи жителей. И раньше их ровно в этом месте связывал пешеходный переход. Теперь пешеходный переход перенесли за 100 метров, что крайне неудобно для детей. В попытке сэкономить время и срезать путь дети-спортсмены идут по прямой. То есть там, где прежде и был переход. Только сейчас здесь сплошной поток машин. Хоть мы их и просим ходить по пешеходному переходу, но я сама лично видела несколько раз, что перебегают дорогу вот здесь по прямой. Теперь никому из детей нельзя попасть в спортивный комплекс, не перейдя перекресток. А это самое опасное. Всегда пешеходный переход должен быть напротив детского учреждения. Это логично, потому что пешеходный переход, светофор, он должен быть удобен и безопасен для детей. Но в понимании безопасности родители и официальные службы расходятся. Пешеходный переход светофоры демонтировали и перенесли по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Ее главная цель как раз снижение аварийности. И сейчас все по ГОСТу, знаки, островок безопасности. Иначе штраф 300 тысяч за несоблюдение требований. В связи с этим было принято решение, опять же, даже не ГУБО это было принято решение. Это было принято решение, опять же, именно коллегиально, с учетом обсуждения, то есть мнения проектировщиков, ГАИ, общественности. Просьбы перенести пешеходный переход на той или иной улице в мэрии рассматривают регулярно. Таких только сейчас пять. Но в большинстве случаев предложения нецелесообразны. Перенос на 10-20 метров от одного дома к соседнему не стоит бюджетных трат. На Петухова ситуация другая, но переход обратно уже не вернуть. Зебру на прежнем месте нанести невозможно. Это против норм. Вариант решения установить ограждение на месте некогда привычного перехода. И первым шагом родителей на пути к безопасности детей должно стать обращение в мэрию. Олеся Грисменко, Дмитрий Иванов, Андрей Караваев. Вести Новосибирск.